Насколько остро стоит вопрос безнадзорных собак в округе, сколько особей, хотя бы по примерным подсчетам на улицах населенных пунктов, как часто люди жалуются на нападение агрессивных животных и есть ли на территории района приют. Эти вопросы мы отправили в администрации всех муниципальных образований Магаданской области. В установленный законом срок нам ответили 7 из 9. Писем от властей Средниканского и Тенькинского мы так и не дождались. И вот какая получилась картина. Главы почти всех районов едины в одном. Проблема бездомных животных стоит остро. Начнем издалека. Северо-Ивенский округ. В прошлом году специалисты насчитали там 286 безнадзорных особей. В Амсукчане и поселке Дукат – 103. Сусуман этот вопрос проигнорировал. Из ягодненского информации об общем количестве уличных животных тоже нет, но пишут, что отловили 135. Не дает цифры Хасынский район, так же, как и Ольский. Хотя мониторинг, по словам главы администрации, ведется. Остается Магадан. В октябре 2022-го здесь насчитали 253 собаки. Но далее уточняется, что это не отражает реальную численность их популяции. А мы переходим к следующему вопросу и расскажем о том, как часто люди жалуются властям на агрессивное поведение свор. Пойдем по той же схеме и начнем с Северо-Ивенска. Там официальных обращений от населения не было. В администрацию Амсукчанского района о злых собаках сообщили три раза, но обошлось без укусов. Сусуман молчит и по этому поводу в Ягоднинском зафиксировали два нападения на людей, столько же в Хасынском. Главе Ольского района обратились 21 раз, а в Магадане собаки покусали 93 человека. И самый острый вопрос – как решается проблема бездомных животных? По закону отстрелы и усыпления запрещены, остается только строительство приютов. Сейчас в Магаданской области ситуация складывается так – животных отлавливают везде. Их стерилизуют и кастрируют, но в подавляющем большинстве случаев потом возвращают в прежнюю среду обитания. Только вот, по словам колымчан, добрее они после операции не становятся, а иногда и наоборот. Люди уверены – нужно столько мест для постоянного содержания, сколько на улицах собак. Но это из разряда фантастики, ведь до сих пор остаются районы, где нет ни одного питомника. В Северо-Ивенском округе построили приют для временного содержания безнадзорных животных. Такой же в Амсукчанском, причем всего на 10 особей. В Сусумане тоже есть подобное прибежище для собак – быстро возводимый ангар. Капитальное здание обещают построить в этом году. Пункт передержки есть и в Ягодненском районе. В Хасынском приют рассчитаны на 26 особей. Воли работы по решению этого вопроса начали в 2021 году. Но из-за проблем с финансированием они затянулись. Что же касается Магадана, то здесь всего один питомник, и тот частный. В нем предусмотрены места для 350 собак, по факту их 400. Несколько лет назад поднимали вопрос строительства муниципального приюта. В 2020-м даже создали проект, но он не прошел государственную экспертизу. Авторы плана подали в суд с требованием перепроверить данные, но проиграли. Тяж бы дляться до сих пор. А пока в областном центре продолжается отлов и стерилизация бездомных животных. За последние три года операцию провели на семи сотнях собак без владельцев. Но только в 2022-м в адрес департамента ЖКХ поступило 1039 сообщений об уличных сфорах. И по словам жителей областного центра, вся существующая система попросту не работает. Сейчас региональный Минсельхоз запустил опрос по теме оказания помощи бездомным животным, где колымчан спрашивают, смогут ли они взять под опеку одного из них и нужны ли области пункты сбора, куда люди смогут приносить корм, медикаменты и другие вещи для собак и кошек. В итоге получается, что местные власти сами уже и не рассчитывают, что смогут справиться с разрастающейся проблемой. Нужна помощь населения. Конечно, и сами люди едины во мнении, что именно человек – изначальная причина такого количества уличных сфор. Но по факту тех, кто готов взять на себя ответственность и забрать щенка домой мы видим не так много. И складывается впечатление, что все принимаемые меры просто сизифов труд. Олеся Хитагурова, Илья Пачин. Специально для Карибу.